Дмитрий Бивол возвращается в ринг спустя полтора года после последнего поединка. В конце 2019 года россиянин победил Ленина Кастилья единогласным решением судей. И на этом все. Следующий соперник Крэйк Ричардс. Точно не тот вариант, которого ждали все. Бивол лучше соперника во всем, но у соперника могут быть шансы. От Дмитрия Бивола все время ожидают чего-то большего. И по справедливости, он может. Сейчас в полутяжелой весовой категории три чемпиона, Бивол, Джо Смит-младший и Артур Битербиев. Как боксер, в принятом для нас понимании умелого, юркого, быстрого спортсмена, который еще и ударить может, Бивол лучший. Битербиев все же больше сильный, чем умелый. Артур хороший боксер, участник чемпионатов мира и Олимпиад, но он типичный нокаутер-профессионал. Берет свое силой, физической готовностью и ударом. Смит та же история. Рабочий, у которого отличный удар и неплохие навыки. Джо еще и немного эволюционирует, но не так, чтобы кричать о миссии и новом американце. Если смотреть только на Смита, развитие заметно. Если добавить сюда общий уровень других чемпионов, вряд ли. Читайте также, Энди Руиз ярко вернется после поражения от Джошуа в поединке с Ореолой. Бивол же просто хорош. Достаточно умен и разнообразен в атаках. Трудно уловим в защите. Умеет боксировать и забирать раунды на классе. А может попасть и добить. В общем, хорош во всем, как ни крути. Казалось бы, такой боксер должен быть интересен всем. Но нет. Дмитрий не самый востребованный боксер среди фанатов. Все понимают его уровень, но бокс Бивола не захватывает и не поражает сердце. Из пяти последних поединков россиянин выиграл все. Четыре из них единогласным решением судей. При этом, имена достаточно большие, чтобы оценить, Салливан Баррера, победа техническим нокаутом в 12-м раунде, Айзек Челембо, Жан Паскаль, Джо Смит-младший и Ленин Кастилье, все единогласным решением судей. Фактически, из последних пяти поединков только Кастилье на Унеем. Все остальные отличные боксеры. Но все равно не захватывает, правда. При этом, по словам промоутера, Бивол самый высокооплачиваемый чемпион среди ныне действующих в полутяжах. Просто, потому что Дмитрий так себя поставил. Тем не менее, чтобы зарабатывать, стоит развлекать публику. Или классным шоу, или большими соперниками. После карантина от Дмитрия ждали чего-то большого. А получили Крайго Ричардза. Когда вам в следующий раз захочется назвать какого-либо украинца домашним боксером или чемпионом, загляните в рекорд Ричардза. Из 18 поединков ровно ноль на выезде. Не то, чтобы это плохо, но в отличие от Бивола, Крайгу будет точно привычнее россиянин никогда до этого не дрался в Великобритании. Читайте также, почему Паркера нельзя считать явным фаворитом поединка с Чисарой. Нельзя назвать Ричардза плохим боксером. Вообще в полутяжелой категории практически нет полностью проходных оппонентов. Крайг умеет действовать по-разному. Умело пользуется длинными руками, но тут же может подраться на ближний. Отлично чувствует дистанцию при обороне и может ударить. Процент досрочных побед у них с Дмитрием практически одинаковый. При этом Ричард все же несколько размашистый предсказуем в атаке. Моментами Крайг заигрывается впереди и рискует нарваться на дисциплинированного россиянина. С тем же Фрэнком Буглиони, который нанес единственное поражение в карьере британцу, Ричардз пытался устроить драку из раунда в раунд, но сам же за это и поплатился соотечественник переработал Крайга единогласным решением судей. И что, у британца нет шансов. В этом весе у всех есть шанс победить любого. Кто бы мог подумать, что Адам Дайнес будет давать очень приличный бой Артуру Бетербиеву. А тот же Джо Смит-младший был в полушаге от победы над Биволом. В их поединке Дмитрий выглядел лучше, переигрывал оппонента, но в конце одного из раундов пушка американца все-таки выстрелила. Фактически Бивола спасло лишь время его у Смита-младшего осталось слишком мало, чтобы добить соперника. А дальше чемпион взял все на классе. Нельзя отменять то, что у Ричардза есть удар, а также у него отличное чувство дистанции. Парень умеет ловить соперника на контровыпадах, классно пробивает сериями, давит, если нужно берет силой физической готовности у британца всегда было не занимать. Да и габаритами Ричардз будет побольше оппонента и ростом, 183 сантиметра против 185 у претендента, и размахом рук, те же цифры. В ответ чемпион умеют практически все. Отличая работа передней рукой, разнообразие в атаке, отменный тайминг. На каждый плюс соперника у Бивола есть решение. Помочь британцу может только плохая форма соперника. Что с котировками букмекеров? В Ричардзе не верят не только фанаты. В среднем на победу Крэйга можно поставить с коэффициентом за 10. При этом, на досрочную победу коэффициент ненамного больше 13. То есть, если уж победа, то досрочная. В ответ на россиянина коэффициент около 1.03. А на нокаут 1.3. Главная проблема, которая может догнать Дмитрия длительный перерыв. Бивол не боксировал с 2019 года, когда 12 раундов провел против Кастилья. Ричардз же в 2020 году в ринг поднимался, прибил техническим нокаутом Шакана Питерса в 9 раунде. Кроме этого никто не отменял домашнего судейства. Из-за своего стиля Бивола могут попробовать слить или просто помочь британцу. Как ни крути, но британское судейство никто не отменял. Но, если отбросить все побочные моменты, шансов у Ричардзе не так и много. Достать Дмитрия ударом еще нужно суметь, а нарваться на удары, действуя рискованно и раскованно в атаке, есть все шансы. Но этот бой точно не то, что все мы ждем от Бивола. Если поединок с Битербиевым не случится в этом году, то точно потеряет весь смысл. Артур точно станет слишком возрастным, а к Дмитрию больше интереса не появится. Поединок Дмитрия Биволк и Кричардз состоится в субботу, 1 мая, в Манчестере. Ориентировочное начало боя 21 час по киевскому времени.